Одна из важных и интересных новостей для пенсионеров сегодняшней и для будущих, что с 1 января 2015 года у нас не выдается бланк пенсионного удостоверения. На основании правил обращения за всеми видами пенсии у нас теперь выдается справка, подтверждающая факт назначения пенсии и сроки ее назначения. При необходимости можно это делать неоднократно по обращению пенсионера. На основании этой справки они обращаются в фонд социальной защиты для получения уже документов со стороны социальной защиты. Следующая новость. У нас сейчас кипит работа всех служб по подготовке к проведению беззаявительной корректировки пенсий по страховой части у работающих пенсионеров. В нашем районе это очень большое количество. У нас работающих пенсионеров более 70 тысяч. Период, который мы берем для перерасчета, это 2014 год. Перерасчет производится даже при самом минимальном увеличении страховой части расчетного пенсионного капитала. Сколько бы работодатель не перечислил на работающего пенсионера, все пойдет в перерасчет пенсии и для ее увеличения с 1 августа 2015 года. В 2015 году коллектив управления пенсионного фонда работает в новых современных условиях. После капитального ремонта на месте маленьких тесных кабинетов светлый и просторный зал обслуживания клиентов. Электронная очередь позволяет посетителям спокойно дожидаться приглашения к специалисту по микрофону, не стоя у дверей. Суета ушла в прошлое. Самое большое число вопросов по выплате пенсий, их размеру. Кстати, полную информацию каждый может получить на сайте Пенсионного фонда России, где создана единая база данных всех пенсионеров. С 5 мая резко увеличилось количество посетителей с детьми. В 26 кабинете, где ведется прием, оборудовали детский уголок, чтобы ребенку было чем заняться, пока мама решает финансовые вопросы. В реализации федерального закона 88-го о единовременной выплате из средств материнского капитала мамочки получили у нас возможность обналичить материнский капитал. И эта сумма составляет 20 тысяч рублей, или же если остаток на сертификате меньше этой суммы, то они могут обналичить остаток. Обращаются мамочки часто. Ежедневно у нас ведется прием с понедельника по пятницу. И каждый день у нас масса желающих воспользоваться данной возможностью обналичить часть средств материнского капитала. В среднем, ну, в день человек 50, наверное, к нам приходит сейчас. В начале реализации программы, это май месяц, было больше 100 ежедневно. У родителей в этом году также появилась возможность расходовать материнский капитал на первоначальный взнос ипотечного кредитования. Так что специалистам отдела социальных выплат скучать не придется. Этот год знаменательный для пенсионного фонда. В этом году исполняется 25 лет с даты создания пенсионного фонда. Это будет в декабре месяце. Ну, мы, конечно, как сотрудники пенсионного фонда, 25% моего коллектива работают более 10-15 лет на одном месте в нашей структуре. Поэтому это будем отмечать. Будем проводить конкурсы по профессии. Будем оформлять стенды интересов наших работников, творческих интересов. Даже хотим сделать конкурс стихов, посвященных пенсионному фонду. С удовольствием этим занимаемся. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.